Счастливые готовятся наблюдать за часами. В ночь суббота на воскресенье в России наконец-то переведут стрелки на час назад. Теперь будем жить по зимнему времени. Горожане рады, можно будет выспаться и выйти из сумрака. Кстати, о светлых сторонах смены времен говорят и врачи, и фермеры, и педагоги. Но прежде чем повернуть время вспять, жизнь по всей стране замрет. Остановить мгновение в репортаже Екатерина Деменчук. Это самые точные часы в городе. По ним сверяют стрелки все екатеринбуржцы. Вот уже 60 лет куранты на ратуши тикают без сбоев. Но в ночь с субботы на воскресенье они затихнут на целый час. Остановить мгновение оказалось под силу лишь закону о возвращении зимнего времени. Все автоматически происходит. Они остановятся, на час постоят и автоматически запускаются. Со спутника берется точное время, оно корректируется каждую минуту. Стрелки в России не переводили последние три года, с тех пор, как тогда еще президент Дмитрий Медведев отменил декретное время. Традиция плюс-минус час уже давно стала бесполезной и перестала экономить в стране электроэнергию. Но вместо того, чтобы в 2011-м остаться зимовать, мы перешли в вечное лето. Это время опережает наши биологические часы на 120 минут, что может некоторым подорвать здоровье. Есть у человека режим, есть циркадные ритмы. Если вы его немножечко смещаете, ну и представляете, вы его смещаете один раз в год, но ничего в этом страшного, вообще нет. А вот если вы систематически, систематически днями и неделями и месяцами нарушаете свой режим, тогда это действительно наносит вред здоровью. Но если люди могут привыкнуть ко всему, то животных не обманешь. В последние три года от депутатских идей больше всего пострадали коровы. Уральских буренок нервируют постоянные эксперименты со временем. И они теряют молоко. Ребенок на каникулах все лето был, а потом его 1 сентября заставили встать в 7 часов утра. Для него это стресс, минимум недели. Вот и для коровы также вот этот вот перевод, когда ночью, вот представьте, сегодня ее подоили, к примеру, в 8 часов утра, а завтра в 7 часов утра. Она к этому не готова. Так что тому, что все возвращается на круги своя и там и остается, фермеры рады. Свои часы они в выходные переведут вручную. Так же сделают и на городских вокзалах. Команда специалистов повернет время вспять на двухчасовых станциях. А спустя 30 секунд все табло автоматически перестроится. Под новый график придется подстраиваться и пассажирам, и поездам. Кто-то на час остановится, кто-то, как и время, замедлит свой ход. График будут определять диспетчеры. Часовая стрелка переводится на один час назад. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Есть некоторые поезда, которые пойдут вариантным графиком. Это все отражено на стендах информации. И надо понимать, что вы, может, приедете уже пораньше куда-то. Но это временные неудобства. По закону, зимнее время в России теперь будет всегда. Так что приготовьтесь в выходные и в последний раз перевести стрелки на час назад. Впрочем, забывчивым опоздания не страшны. Во-первых, те, кто часов не наблюдает, и так будет впереди планеты всей. Ну а во-вторых, о смене времен напомнят гаджеты и компьютеры. Электроника переводит время автоматически. Екатерина Деменчук, Влад Калупаев. Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова